Уголовное дело областной прокуратуры Скиренко Ирина Валерьевна. Ирина Валерьевна, итак, на какой стадии сейчас рассмотрение дела и что вот удалось узнать в суду, выяснить суду за эти дни? Судом уголовное дело рассматривается по существу судебное следствие, проходит по обвинению Кулагиной, Балашова и несовершеннолетнего в убийстве, несовершеннолетнего года рождения, дочки Кулагиной Анастасии. Допрошен на настоящем сегодня заседании обвиняемый, который воспользуется в основном статьей Конституции, поэтому были оглашены их показания, данные в ходе предварительного следствия. Несовершеннолетний дополнительно после оглашения показаний на вопросы участников процесса пояснил о том, что в семье была очень тяжелая обстановка, постоянная избиение и прессинг стороны Балашова. И ранее он также слышал угрозы убийством в отношении одного из детей, кого-либо по усмотрению матери. То есть они планировали, получается, это убийство? По крайней мере, такое намерение высказывал Балашов. Инициатор, получается, был именно Балашов всего этого? Действия меняются совместно, объективная сторона выполнения. Но даже если это предложение и прозвучало, например, от Балашова вместе с тем, иные участники трагедии им не воспрепятствовали и только содействовали гибели подростков. А скажите, а этот подросток слышал когда накануне, буквально вот за день или в этот же день слышал, что они обсуждали, что убить? А высказывания слышались им дважды, в том числе утром в день убийства. Скажите, а Балашов каким-то образом объясняется, чем ему так не угодили дети, почему он хотел убить одного из детей? Нет, он такие слова не отправляет. А мать раскаивается в случившемся? Она как-то сожалеет о том, что это произошло? Ну, визуально, внешне, словесно выражение раскаяния есть. У матери? У матери. У всех участников процесса высказывают устно о том, что они, в сожалению, это случившееся, и не понимают, почему до такой трагедии довели их действие. А кого-либо из детей, то есть они могли убить и маленькую девочку, если бы она была, да? На силе применялось в отношении каждого из ребенка в семье. Ну, вот в этот вечер, именно 2002 года рождения, девочка была жертвой. Да, сын, брат Бием, он тоже в отношении его применял с насилием? Который под судебным? Который, скорее, под судебным находится. По его, со своего слов, да, и в принципе-то не пробегается и мамой самой. Скажите, пожалуйста, что вы принесли вот сюда, что мы видим? Люба, можно руку в сторону? Что мы видим здесь? Вещественные доказательства по уголовному делу, ремень, вот там меточки есть экспертом поставленные, где были изъяты образцы крови погибшей девочки, которым на протяжении ночи, 13 августа, сбивали ребенка. Это чайник, который Балашов скипятил и поливал подростка. Скажите, а почему он в таком состоянии? Это пожар? Проработка экспертами на отпечатки пальцев, это техническая. Скажите, а по поводу той девочки, которую передали отцу маленькой, будут ли эта пара осуждена по той части, что они издевались над ним? Ну, девочка маленькая, там буквально 2-3 лет, если какие-то побои причинялись раньше, поэтому факту никаких обращений в правоохранительного органа не было, и ребенком отец не разговаривает на эту почву и старается всячески забыть совместное проживание с мамой. То есть теперь уже каких-то доказательств невозможных? Конечно, нет, ну все желание будет у отца, и он обратится в правоохранительный орган, соответствующая реакция, безусловно, будет. А поскольку у нас 116 декриминализирован, состав уголовного судебника в сфере нашего нового уголовного закона, я так полагаю, здесь, наверное, не будет. Сейчас какая стадия уголовного дела в суде? Допрос подсудимых. Еще долго будет рассматриваться по-вашему? Я думаю, что нет. Это, в принципе, доказательства исследованы, представлены сторонами обвинения, поэтому данные о личности и выступления при них стали. По мнению прокуратуры, какого наказания заслуживают эти люди, если можно так назвать? О каком наказании вы просите суд? В настоящий момент наказания, как бы еще не обсуждалось, в рамках санкции статьи, но учтем, что несовершеннолетним это наказание до 10 лет лишения свободы по закону, отношение женщин по жизни лишения свободы не применяется. И не сильно выросли ли по станции статьи.